Благодаря вам огромное за нашу славу, все за с вами. Я слышу очень много о гражданской политике, о том, почему за нас не называют. Все верно и невозможно с этим не согласиться. Десять лет назад я, как сельскость присутствующая, точно так же ходила ногами к этому городу, и вдруг в один момент коляска, инвалидность и бессмерт перевернулся. То есть моя Москва, мой город, моя страна стала совершенно прекрасной для меня. Я вдруг узнала, что в стране 13 миллионов инвалидов. 13 миллионов, это два Израиля, которые сейчас выговорили. Безусловно, это моя история, понятно, что каждый по-своему проходит из этих 13 миллионов. Понятно, что каждый сделал свой вывод. Мой вывод в том, что для меня эта ситуация дана, чтобы изменить ситуацию в нашей стране. Ведь мы с вами говорим о культуре, о цивилизованности общества. И мы вместе все с гражданской позицией, мы вместе все вроде бы растем. И для меня вдруг очевидным стало, что цивилизованное общество в 21 веке не может быть с такой культурой инвалидации. Так, но вопрос в том, что за 10 лет, те, которые я сижу, многое сделано, в том числе, какие-то моменты. И здесь вопрос в том, что вот сейчас, то болото, о котором вы говорите, что застойка будет образовываться. То есть я тоже это чувствую одновременно с вами. То есть и что делать? Как вы чувствуете, мне хочется спросить вашего совета, а дальше что? Что делать, чтобы действительно по-настоящему, мы два раза уже продлевали, мы продлевали вместе с Министерством труда и социальной защиты страны, мы продлевали программу доступной среды в России. И ничего не меняется. Да, немного меняется. В Москве, конечно. Я понимаю, что вы говорите. Что же делать глобально? И сегодня этот вопрос мне задали на интервью. И я хочу спросить вас, как у безусловного авторитета. У меня, кстати, очень трудное положение, потому что я не знаю, у меня нет ответов на все вопросы, сейчас я знаю, могу сказать следующее. Во-первых, у нас вообще, ну в России, мы мало озабочены проблемами других людей. Я это сказал с самого начала. Да, стали появляться, наконец, организации, которые беспокоятся о детях, там, таун, у которых таун или еще что-то появляются. Но в принципе, нам бы лучше не видеть этих людей. Ну зачем их ходить? Пускай не сидят дома. Не надо никаких автобусов с социальными платформами, чтобы поднимать лес. Ну зачем это нам надо? Ну никогда. В этом смысле человек чувствует, в принципе, власть. Люди не чувствуют в том смысле, что, когда прощаются люди, смотришь, ну помогите там, там, друг другу, там, ну и посылают. Люди посылают. Ну, в принципе, этой культуры у нас нет. Значит, что можно делать? Это только, во-первых, когда люди хорошенько понимают, что бы хотели, во-вторых, находиться в первом году и действовать заодно. Есть самые разные способы, а в конце концов, не социальные сети. Сейчас, слава Богу, любой человек, есть Change.org, который весьма действует, весьма много разных способов, довести до свидения большого количества людей и проблем с ультальдом. Это непросто, но это есть. Раньше вообще ничего не было. Раньше, посмотрите, так строить наши дома, то человек в коляске не мог пойти в лифт, не мог спуститься, и не было пандуса. То есть практически был в тюрьме. Я в этом никто не был. Сейчас все-таки какое-то движение есть. То есть надо все время лучше кушиться, что и жить. СМИ могут в этом быть опоры. Я сейчас, проживу, уже много лет, комиссии по главному вреду, предприятия и федерации Киев. Я сталкиваюсь с тем, что в регионах мы хоть бы делаем, да? И вот президент говорит, давайте, говорите, что надо делать. А я в какой-то момент понимаю, что я не знаю, что делать. Ну, потому что вот наша страна, вот люди с гражданской позицией, которые говорите, которые говорят, а мы не хотим ваших детей, странных детей на площадке. У меня трое детей, я их все тут делаю в коляске. Я пишу с ними на площадку, а мамочки другие не смотрят. Ну, что делать? Ну, вот какая культура. Как культуру изменить? Ну, это очень тяжело. Это очень тяжело. Это во всем, это проявляет все отношения людей, у которых ВИЧ. Так что ВИЧ, значит, ребенок не может пойти в школу, не может плавать там в бассейне. Хотя он в ВИЧ. И ВИЧ не передается ни в бассейне, ни в школе, ни где. Тем не менее, нет, мы не хотим и так далее. Это бескультурия темная, а еще одно, темная страна. Это православные церкви, которые я хочу спокучивать. Я думаю, что я говорю, а ВИЧ, мне ваша культура. Ну, что делать? Ну, надо толкаться. Надо толкаться. Никакой рецепты нет. Что повернули, и все сработает. Нет, так не будет. Но я очень, потому что себя спокоен, потому что я просто абсолютно верю в то, что обязательно есть, будут люди, которые это будут делать. Это обязательно. Вот мы и такие. Все-таки с этим и нас, такие есть, и в конце концов мы доигрываем. Мы проиграем только в одном случае. Проиграть, если будете агентами. Потому что нет, но будет ничего делать. Вот, я вам желаю прекрасного лета. Вот, и вот это и вообще успеха, и всякая тройка, и закара, и романы. Всего-то вообще, что мы все-таки забыли. Будьте вы... АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...